Тревожная кнопка. Обзор криминальных новостей и резонансных происшествий продолжает утренний эфир ОНТ. В студии Марина Мороз. Здравствуйте. Аварийная дорога вновь напоминает водителям о том, что беспечность за рулем недопустима. В Держинском районе Мерседес на бешеной скорости вылетит на обочину и врежется в опору путепровода. Иномарка загорится, водитель погибнет на месте. Вспыхнет на дороге и маршрутка в Минском районе. Автоледи не учтет дорожную обстановку, проигнорирует притормаживающие машины и влетит в маршрутное такси, отчего бус и загорится. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Женщину госпитализировали. И одновременно эффектная жуткая авария произойдет на одном из столичных проспектов. Водитель Тойоты не справится с управлением. Машину буквально пополам сложит об светофорный столб, после чего она еще и перевернется. Чудо, но после такого страшного удара водитель выжил. С травмами мужчину увезли в больницу. К другим новостям. В руках пистолет, в крови три промилле. ЧП на заправке под Минском. В магазин при АЗС ворвался нетрезвый мужчина. Направил пистолет на других посетителей и стал выкрикивать угрозы. Работники станции нажали тревожную кнопку. Буквально через две минуты наряд местного отдела охраны задержал дебошира. Был задержан гражданин вблизи. Стался сбежать. Был при себе травматический пистолет и один патрон. С него также были обнаружены вещества какие-то. 47-летний житель Фаниполя объяснить свой поступок не смог. Травматический пистолет изъят. Проводится проверка. Следователи вернут деньги пенсионерке, которая поверила мошенникам и отдала им больше 30 тысяч рублей. Но сколько они просили за решение несуществующего вопроса? 30 тысяч долларов и это только для начала. Пенсионерку из Гродно убедили, ее дочь попала в аварию, сбила человека. Компенсировать нужно срочно, иначе дочь посадят в тюрьму. Пожилой женщине не давали возможность опомниться, удерживая ее на связи несколько часов. Курьеру посыльным оказался таксист. Она передаст деньги и вещи для дочери. И очень сильно удивится, когда к вечеру к ней домой придут настоящие милиционеры. Курьера задержат в тот же день. Им оказался 25-летний местный житель, похищенные деньги изъяты. После проведения процессуальных мероприятий, следователь вернет от их пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное в крупном размере. По горячим следам задержали и Могилевского курьера. История аналогична. Только здесь бабушку убедили, что виновник ДТП ее внук. Мошенникам она отдаст больше 4 тысяч долларов. 18-летний парень на такси повезет их в столицу, где и будет задержан. Сезон у грибников вот-вот закончится, чего не скажешь о таможенниках. На неделе очередной пассажир пытался провести запрещенные вещества, убеждая это всего лишь лечебный чай. Мужчина возвращался с заработка, в пункте пропуска выбрал зеленый коридор, мол, все чисто. Однако служебный пес внесет коррективы в его маршрут. Эксперт определил, что в упаковке грибы содержащие псилоцин, то есть особо опасное психотропное вещество растительного происхождения. Были обнаружены и изъяты видеоматериалы, указывающие на неоднократное употребление задержанным запрещенных веществ. Здорово. Проснулся с утра. Думаю, наверное, надо кофейку попить. Что-то заварить. А потом подумал, а у меня что заварено. Приезжайте. Угощу. В отношении гражданина таможня возбудила уголовное дело. В санкции статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Правоохранительным блоком таможни установлен еще один гражданин, приятель задержанного. В его квартире таможенники обнаружили 6 стеклянных банок с марихуаной, общим весом более 3 килограмм. Возбуждено уголовное дело. Сработают на неделе и гомельские таможенники в Добружском районе. Остановят фуру, при осмотре которой под коробками конфет найдут 20 тонн груш. Без документов, конечно же. Стоимость 135 тысяч рублей, 50 процентов из которых теперь уйдут на погашение штрафа. И это все на сегодня. Хорошего дня. Будьте бдительны и берегите себя.